Здравствуйте, я Виктория Бродская. Спасибо, что вы сегодня со мной. Я реальтор и работаю в районе Большого Торонто. Сегодня я нахожусь в Бёрлинтоне и хотела бы рассказать о том, какой это прекрасный для жизни город. Есть много причин, почему вы захотите назвать Бёрлинтон своим домом. Перед тем, как вы решаете, где вам жить, стоит понять все плюсы и минусы этого места. И сегодня мы поговорим о плюсах и минусах жизни в Бёрлинтоне. Первый плюс Бёрлинтона – это его месторасположение. Бёрлинтон находится на берегу озера Антарио в южной части Антарио и очень короткую поездку на машине или на поезде от Торонто, который является самым большим городом и столицей Антарио. Такое же расстояние и от региона Ниагары, там где находится много виноделин и Ниагарский водопад, которые все вы можете посетить за один день. Первый минус жизни в Бёрлинтоне – это цены на жилье. Это доступность жилья, и Бёрлинтон – дорогой город для жизни. Конечно, все относительно, и если вы будете сравнивать цены на жилье в Бёрлинтоне, например, с ценами в Оквеле, то Бёрлинтон не такой дорогой. Но, тем не менее, цены на жилье совсем не дешевые. Как реальто, работающие в районе Бёрлинтона, я с удовольствием вам помогу, если вы ищете жилье на покупку или в аренду. Обращайтесь ко мне, оставляйте свои комментарии внизу или звоните, пишите email. Я с удовольствием вам помогу. Следующий плюс Бёрлинтона – это уровень преступности, которая очень низкая в Бёрлинтоне. Бёрлинтон – это часть региона Хальтона, и по статистике Канады, по материалам статистики Канады, уровень преступности в регионе Хальтона – самая низкая по всей Канаде. Следующий минус Бёрлинтона – это трафик. Он не такой ужасный, как в некоторых больших других городах, но, тем не менее, трафик есть. И есть час пик. В час пик задержка может быть 20-30 минут. Это, конечно, не так ужасно, как в Торонто, но, тем не менее, это что-то, о чём вам стоит знать. Следующий против – это общественный транспорт Бёрлинтона. Бёрлинтон работает тяжело над тем, чтобы улучшить общественный транспорт, но он всё ещё остаётся очень зависим от личного транспорта. Если вы жили до этого в центре Торонто и привыкли к автобусам, которые работают и приезжают каждые 5-10 минут, к метро, которое находится недалеко от вашего дома, здесь всё будет иначе. Люди пользуются общественным транспортом, автобусами и поездом, но это не так развито, как в центре большого города. Следующий плюс Бёрлинтона тоже касается транспорта. В Бёрлинтоне находятся три остановки поезда – Гоу-трейн. Эппл Би-стейшн на Гоу-трейн находится на востоке Бёрлинтона, Бёрлинтон Гоу находится практически в центре города и Альдершот Гоу на западе города. В Бёрлинтоне также есть 11 выездов на Хайвэй, на 403-й, QEW, 407-й и 406-й, и поэтому соединение с другими городами в принципе очень хорошее. Ещё один плюс – это Property Tax в Бёрлинтоне. Property Tax в Бёрлинтоне не самый дешёвый в Халтоне, но тем не менее это дешевле относительно других многих городов в Антаре. Какой ещё плюс очень бы хотелось подчеркнуть? Вы находитесь в городе, вы живёте действительно в городе, но доступ к природе здесь прекрасный. Огромное количество парков, лесопарков, и вы тут же можете оказаться на природе. В Бёрлинтоне больше 200 километров трейлз, 127 парков, Королевский Ботанический сад, который самый большой в Канаде, и он находится на западе города, и Бронте Крик Парк на востоке. Даунтаун Бёрлинтона в последние годы очень трансформировался и превратился из классического пригорода в город с высокими зданиями, с новыми постройками, и не всем людям, надо сказать, это нравится. Но Бёрлинтон пытается найти баланс между модернизацией и всё же сохранением характера этого города. Ещё один плюс Бёрлинтон – это то, что в часах езды от Бёрлинтона находится много высших учреждений, колледжей и университетов. Почему это удобно? Если вы хотите найти работу в этих заведениях, если вы ищете сотрудников, выпускников, студентов для своей фирмы, это тоже очень удобно. Кстати, нужно заметить, что 73% населения Бёрлинтона имеют высшее образование, что на 8% выше средней цифры в Онтарио. Если вы ищете интересные культурные мероприятия, то в Бёрлинтоне есть их множество. Бёрлинтон Арт Центр, Джосеф Бранд Арт Мюзеем, Бёрлинтон Перформент Арт Центр и более маленькие театры, которых множество. Также есть много театров на Ниагаре и в Торонто, и концерты, и музеи, которые находятся всего меньше часа езды от Бёрлинтона. В Бёрлинтоне также есть библиотеки, спортивные комплексы, бассейны. Но если вы спортивный фанат, то в Бёрлинтоне нет своей городской команды, и вам придется поехать в Хамильтон или в Торонто, в которых есть свои спортивные городские команды. Если вы фанат хоккея, огромный болельщик, но билеты очень дорого стоят в Торонто, всего час езды, и вы будете в Баффало, пересечете границу Америки, и там хоккей можно посмотреть по очень доступным ценам. Конечно же, если вы ищете бурную ночную жизнь, то Бёрлинтон вам не подойдет. Для этого вам придется поехать в Торонто. Но если вы любите фестивали, рестораны, вы не будете разочарован. В Бёрлинтоне есть множество. Для любителей шоппинга в Бёрлинтоне есть два больших шоппинг-мола. Бёрлинтон шоппинг-молл и еще более большой Мэйпл-вью. Но, конечно, можно доехать до Миссасаги или Торонто, и там есть множество других шоппинг-моллов, такие как Йорк-милл, Сквер-уанн, Итон-центр и другие. Если вы ищете отличную сеть школ, то Бёрлинтон – это город для вас. В Бёрлинтоне есть 42 начальные школы, из них 5 предлагают полную французскую программу и 9 high school, из которых 5 предлагают full French immersion program. Если вы хотите узнать рейтинги школ, то Fraser Institute предлагает эту информацию. То, что показывает школный рейтинг – это показания по сдаче экзаменов. Конечно, это не даст вам полную картинку о школе, и, конечно же, желательно посетить школу лично, перед тем, как вы будете записывать туда своего ребенка. Еще один из плюсов Бёрлинтона – это то, что он находится на озере, и здесь есть очень красивая набережная и пляж. Это не только прекрасно, потому что вся семья здесь может приятно проводить время, гулять, купаться, но также это сказывается положительно на климате города. Климат намного мягче, и снега здесь зимой намного меньше, чем в других городах Антерио. Спасибо, что вы были сегодня со мной в Бёрлинтоне. И если вы ищете жилье на покупку или на аренду в Бёрлинтоне, или в районе Большого Торонто в других городах, обращайтесь ко мне, я с удовольствием вам помогу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»